здравствуйте еще раз кто здесь кто в записи мы продолжаем практику сегодня опять медитация с моей настройкой тем кому она мешает кто идет своим каким-то путем пожалуйста просто отключайте звук ориентируйтесь на себя давайте уседимся обратим внимание на позу и в этот же момент обратим внимание что происходит когда мы помещаем тело в свое внимание в свое осознание что начинает разворачиваться какой опыт затем ненадолго переключим внимание в визуальный канал и само это переключение внимания с канала на канал как она переживается в чем оттенки этого переживания вы замечаете какие оттенки если мы оглядимся вокруг повстречаемся с объектами своим взглядом виде их форму цвет осознавая расстояние до них и вообще под их размещение в этом объеме пространства есть расстояние близко далеко есть право-лево есть вверх-вниз весь этот объем если мы будем учитывать все это это проксимико расстояние до нас также цвет форму и вот это порядок встречи когда мы встречаемся с объектом остаемся с ним какое-то время и потом расстаемся как это все происходит можем осознавать что привлекает взгляд что удерживает наш взгляд какое-то время на этом объекте и что подталкивает его увести дальше как происходит встречи расставания какие оттенки переживания возникают от этой дальности и близости встречи по мере того как мы вот осматриваемся в этом пространстве по мере того как мы замечаем объем пространство через эти встречи с каждым объектом меняется ли как-то ваше ощущение ваше переживание себя в целом в этом пространстве хорошо дать сейчас посмотрим перед собой и отпустим взгляд позволяя ему как так расслабиться немножко расшириться так чтобы он не цеплялся за объекты они фокусировался на них мог видеть все пространство если мы будем смотреть расслабленно то скорее всего через какое-то время взгляд снова начнет фокусироваться если вы не будете делать усилий никаких начнет фокусироваться придет каком-то объект опять но когда это произойдет опять снова отпустим на мгновение просто позволим ему взгляду расслабиться и как-то расшириться хорошо затем позволим глазами закрыться и обратим внимание что меняется в этот момент и и дальше что начинает разворачиваться сознание восприятие в текущем переживание на и не за мгновением ощущение тела ставится более заметными звуки мысли еще что-то чувство на жизнь это точно так же как мы смотрели в визуальном канале мы как бы осваивались в этом пространстве вот в чем мы сейчас можем чуть больше освоиться быть давайте сейчас обратим внимание на внутреннее состояние то что мы называем настроением состоянием в общем что я метафорически называю внутренней погодой какая она сейчас точно так же как мы выглядываем в окно во внешнюю погоду и просто говорим окей сегодня так-то тепло холодно дождливо пасмурно или наоборот солнечно туманно или ясно точно так же можем коснуться как-то увидеть почувствовать внутреннюю погоду рассказав вот такая погода окей дальше мы будем по мере продвижения по нашей практике сверяться время от времени с этой погодой как она меняется сейчас вдохнем несколько раз поглубже допускаю выдох чувствую как он как бы истекает медленно мягко расслабленно это мы можем чувствовать как вот эти вздохи воздух облегчения такого вот качества как они действуют на нас вот на ту самую погоду на тело вообще на нас в целом затем отпустим дыхание позволяя ему дышаться как она хочет опять заметим обнаружим как она хочет каким она становится когда мы перестаем его контролировать вообще что-либо делать с ним хорошо и приведем внимание допустим вниз приведем в таз почувствуем опору эти точки опоры ягодиц их если как-то опору не очень хорошо чувствуете можем сжать ягодицы втянуть промежность которым поддержать мышцы таза сжатом состоянии напряженным довести до максимума прямо и потом отпустить какой-то момент и тут почувствовать разницу после этого напряжения скорее всего будет такое постепенное постепенное расслабление этих мышц происходить вместе с ним может быть быть чувствовать усаживание как будто бы вес тела начинает лучше протекать сквозь тазовые кости сквозь мышцы это может сопровождаться ощущением уплотнение контакта с опорой начинает в том числе в том числе можем какое-то время просто побыть с этим ощущением насытиться им просто чувствую вот как она как она происходит шар затем начнем подниматься вверх и позвоночнику обращая внимание на то что это меняет по контрасту с предыдущим опытом часто начинает как-то лучше чувствуются тоже когда мы ведем внимание вверх-вверх-вверх и что происходит на клеткой когда мы до не доходим с плечами как меняется дыхание потом когда доведем внимание дома кошки головой подвесим ее как будто бы за ниточку так чтобы голова остановилась легкой весь позвоночник утягивался за макушкой откуда-то из копчика опять можем распознавать оттенки переживания вот такого затем соединим свое сознание во внимание эти два аспекта макушка вырастающий вверх и вес тела протекающий вниз протекающий сквозь тазовой кости как вот это распределение внимания тоже влияет на и положение тела и какое-то создающиеся переживания позвоночник естественным образом появляется как третий элемент и мы можем чуть-чуть покачаться вперед-назад чтобы нащупать через это движение обнаружить вертикальное положение где позвоночник действительно чувствуется вертикальным затем дадим время себе любить несколько мгновений всего понаблюдаете побыть с тем как эти три элемента уравновешивают друг другу и так договариваются друг с другом да не все три со существует вместе ненадолго положим одну руку на грудь другой живот почувствуем этот контакт физический и может быть какой-то чуть более так эмоционально окрашенный и обратимся к себе через это прикосновение обратимся с вопросом зачем я медитирую зачем я взял или взяла это время для этой практике чего я хочу что для меня важно и как-то ответив на этот вопрос можем посвятить сегодняшнюю практику вот этому этой ценности прислушившись к отклику внутреннему как эти слова вот это посвящение действует на нас затем снова давайте опустим руки положим их удобно вернемся еще раз к этой форме нашего сиденья тяжелую устойчивый таз легкая голова и макушку устремлены наверх позвоночник ровный вертикальный пройдем по телу по его зонам отдельно чувствую что меняется по мере наполнения их вниманием нашим глаза и мышц вокруг глаз пространство за глазами нижняя челюсть отпустим позволим зубом рожаться почувствуем вес челюсти язык во рту весь язык от кончика до корня корни которые корни языка которые уходят куда-то к челюсти к местам прикрепления челюсти и лицо мышцы кожи Продолжение следует... Затылок, шеи, плечи. Если макушка, головы по-прежнему мягко растет вверх, плечевые суставы стекают вниз за весом рук. Как ощущается шея? Переход в плечи. Как тут чувствуется дыхание? Вот здесь, в верхней части грудной клетки, в плечах. Руки от плечевых суставов до пальцев. Можем почувствовать вес рук, просто как они лежат спокойно. Их вес, ощущение опоры рук. Затем спина. Вся спина и дыхание в спине. Как она дышит сейчас? Как движение дыхания чувствуется в спине? Обнаруживая дыхание в спине, можем также обнаруживать этот баланс между устойчивостью, твердостью вертикального позвоночника и мягкостью окружающих тканей. Может быть, лишние напряжения могут мягко как будто стекать вниз. спина может как-то освобождаться с каждым выдохом, но при этом оставаться прямой. Продолжение следует... Еще раз вернемся к лицу, чувствуем его челюсть, язык и пойдем по горлу вместе с дыханием. Чувствую, как оно вливается в грудную клетку, как грудная клетка поднимается, пускается, расширяется, спадает. Вся грудная клетка. И солнечное сплетение, живот. Если живот такой втянутый, мы можем отпустить его, позволить ему как-то немножко так вывулиться, округлиться на какое-то время ненадолго. Субтитры создавал DimaTorzok И пах, промежность. Еще раз ягодицы, весь таз. Можем представить таз как такую чашу, в которой стекает весь вес тела. Чувствовать, как вес тела протекает сквозь тазовые кости, как будто впитывается в эту поверхность, на которой мы сидим. Ноги от тазобедрых суставов к стопам. И все тело как единое целое. Сейчас вот снова вернемся к этой нашей форме сидения, структуре основной. Тяжесть внизу, позвоночник вырастающий из таза, макушка головы устремленная вверх. При этом все мышцы тела стекают вниз. Мы можем как будто бы наполнить все тело целиком сейчас с собой. Своим вниманием. Как бы разместиться в теле, чувствуя каждую его клеточку. В то же время чувствую его целиком, как единое целое. Мы можем так посидеть какое-то время, как гора устойчива, стабильна, очень наполнена. Когда нет какого-то разницы между вами и самим процессом сидения, вами и телом, вами и позой. Да вы и есть это. Если внимание будет отвлекаться на что-то еще, если вы будете погружаться, например, в мысли, то рано или поздно вы обнаружите себя там и просто снова вернитесь вот к этому переживанию. Я сижу и все. Так, давайте посидим. Оставшиеся несколько минут этой части практики. Так. ' Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, мы можем сейчас снова как-то свериться с внутренним состоянием, с той самой внутренней погодой. Какое оно сейчас, это состояние? Изменилось ли оно за время практики за эти полчаса, если сравнить его с начальной точкой? Затем давайте положим одну руку на живот, другую на грудь, почувствуем эти прикосновения. Как они переживаются? Добавляют ли они что-то, какой-то оттенок переживания? Пойдем дальше в нашем путешествии. Продолжение следует... 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 и что сам этот опыт состоит из света, соткан из света, например мой голос, другие звуки, любые ваши ощущения телесные, приятные или неприятные, любая ваша мысль, все это соткан из света и все пространство сознания света, что вы и есть, в каком смысле вы и есть свет. Не важно насколько ярко мы это представляем, может быть это такая предложенная себе мысль, такое предложение себя, влияет ли как-то на вас этот образ, это представление, это мысли, хорошо, а теперь давайте одну руку оставим на теле, вторую так расположим, может быть на колене или где-то как-то удобным образом, чтобы она была направлена ладонью, открытой ладонью к миру, почувствуем этот жест, как это переживается, когда само тело как бы воплощает, оно говорит, я касаюсь себя, я остаюсь собой, я касаюсь мира, остаюсь с миром одновременно. И продолжим игру со светом, теперь можем представить, что свет, его источник где-то внутри и он светит наружу, куда-то наружу, в то пространство, где вы есть, в то пространство, которое вы рассматривали в начале, этот свет освещает все это пространство, каждую вещь, каждый предмет. Но так как он такой волшебный, он может расходиться дальше сквозь стены и проходить сквозь любые преграды и освещает все больше и больше пространств вокруг вас, городских или, не знаю, деревенских или природных, каких угодно. Освещать дома, проходить сквозь стены этих домов, освещать людей, других живых существ, траву, деревья, все-все-все, что ему попадается на пути. И может расширяться и расширяться и освещать всю эту планету, со всеми ее горами, морями, океанами, лесами, пустынями, всеми живыми существами на этой планете. И уходить дальше, расходиться в пространство, куда-то в бесконечность, за пределы солнца, солнечной системы, куда-то в бесконечность к звездам. Предлагаем себе такой вот образ, такое воображаемое действие, влияет ли это как-то на нас. Затем давайте продолжим это взаимодействие со светом, какую-то игру с ним, и сейчас я, как обычно, буду предлагать какие-то группы людей, вы можете их структурировать по-своему, выбирать что-то свое, я предложу определенные группы. Первая группа – это люди, которые нам дороги, которым мы естественным образом как-то по умолчанию хотим добра, хотим, чтобы у них все было хорошо, чтобы их жизнь состоялась. Можем представить одного или нескольких человек, представителей этой группы, послать им этот свет и сказать какие-то слова, которые сейчас радиаться, подберутся. Сказать эти слова как-то так с выражением, как-то насыщенно. почувствуйте отклик, как вот это действие ваше, внутреннее действие, собственно, действует на вас. Хорошо, давайте вздохнем, отпустим этих людей или этого человека, представим себе представителей или одного представителя другой группы людей, к которым у нас нейтральные отношения. Может неожиданно кто-то прийти. Человек, которого, может быть, вы мало знаете, знаете, но так не очень хорошо и как-то у вас неплохо, нехорошо к нему. Но если мы вспомним, что это человек или люди такие же, как мы, просто человеческие существа, желающие того, что и мы, по большому счету. И направим им этот свет и какие-то слова скажем тоже так вот из глубины сердца. Слова поддержки, доброты и дружественности. Как это откликается в вас, такое вот действие внутреннее. То есть можем вздохнуть, отпустить этих людей. И дальше, следующий этап, это такой больший вызов, если мы представим человека или людей, которых мы не любим. Степень нелюбви может быть разная. Выберите, так сказать, себя по силам. От легкого раздражения до глубокой ненасти. Но если мы вспомним также, что этот человек, который не нравится нам, как-то вызывает отращение, отторжение в дольной степени, такой же как мы, в своей глубине, такое же живое существо, бытийствующее существо, своими желаниями. Все желания могут не совпадать с нашими, поэтому у нас могут быть вот эти расхождения. Тем не менее, чувствуя это, вспоминая об этом, об этих расхождениях, об этом вашем отторжении, тем не менее, если мы все же попробуем направить этот свет и найти какие-то слова дружественности, направленные к этому человеку или к этим людям. Как это действует на вас? Давайте вздохнем, отпуская этих людей, скорее всего, опыт, оттенок переживания. Другой по сравнению с первым и вторым опытом. И следующая группа – это люди, которые страдают, и вы знаете об их страдании. Может быть, конкретный человек, который вы прямо знаете лично. может быть, какие-то люди, знаю, из новостей или вообще какие-то абстрактные страдающие люди, но вы знаете, что кто-то еще страдает. Если мы пошлем этот свет и слова поддержки, дружественности, доброты этим людям или этому человеку. опять вздохнем, отпустим, и завершающая группа – это мы с вами, наша группа, люди, собравшиеся здесь, объединенные. Вот какими-то близкими ценностями, собравшиеся из разных уголков мира. И те, кто прямо сейчас, и те, кто в записи это смотрит, вот мы с вами. Если мы пошлем свет каждому из нас и всем скопом, представим, может быть, представим, как эти наши света играют разными оттенками и цветами друг с другом, как они встречаются. И пожелаем также, может быть, кому-то конкретному вспомнить, какого-то конкретного человека, может быть, всем сразу. Опять вздохнем, отпустим, положим вторую руку на себя опять, двумя руками опять себя почувствую. И обратимся к себе тоже как к другу, как добрый друг или добрая подруга. Попробуем отнестись к себе и сказать какие-то слова дружественности, дружбы, поддержки, доброты, обращенные к себе. Хорошо, давайте вздохнем. И самый последний пункт, это представим сегодняшний день или завтрашний, если сегодняшний у вас заканчивается. Как пространство, которое нам предстоит пройти, пространство дня, пространство, которое предстоит нам наполнить собой, воплотить это пространство собой. Дать жизни свою плоть через свои действия, слова, мысли, чувства, состояние. И вот как хотелось бы пройти этот день, прожить его, что важно воплощать. И пусть нас ведут эти два вопроса по жизни и по дню, как я сейчас, что со мной, в каком я состоянии, какая внутренняя погода и куда я движусь, как я хочу воплощать себя. Давайте погладим себя, потрем, помнем где-то какие-то застоявшиеся, затекшие члены. В какой-то момент можно открыть глаза, еще подвигаться, потянуться. И еще 10 минут на какую-то такую творческую работу, творческое выражение своих переживаний через письмо или рисунок, или еще другую другую форму. 10 минут. Одна минут. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 ощущениям во время практики. Я заметила, что когда выходишь, вот это пространство осознания, когда расширяется это присутствие везде, у меня автоматически поднимается температура тела. И сегодня я попыталась пойти вот в этот жар телесный. И меня вот завело, куда меня завело. Я дальше словила, вот когда поднимается, он начинает как бы внутри что-то начинает булькать, и это булькает в голове, потому что ты идешь за опытом таким, и вроде как ты пытаешься осознать, но до слов не доходит, а в мозгу происходит своеобразное что-то, как я это называю, бульканье. Вроде как слова, даже не слова, а смыслы пытаются родиться, или как бы что-то перестраиваются, какие-то орбиты в мозге. И потом я улавливаю, что вот именно из этого бульона и рождаются потом слова. И слова – это то, что потом выливается, ну, слова – это то, что мы произносим, то есть то, что начинает проявляться в мире. То есть я вроде как уловила вот такую цепочку зарождения даже жизни через человека, через его слово. И вот тот смысл, который в Евангелии, что вначале было слово. То есть слово как идея, как мысль, которая потом дальше воплощается. То есть какое-то совершенно удивительное было переживание вот этого всего как бы знакомого через вот этот путь, который сегодня утром не открылся. Вот, и хотела им поделиться. А 10 минут творчества, и я как-то тоже сидела, и ничего не шло. Это как бы вот такое над белым листом. В украинском языке есть такое слово чатування, чування, чування навіть. А потом вот я описала это состояние. Оно звучит так. Чекаю на слова, як чекают коханово. Від все не йде, але сердце знає, він близько. Цього достатньо. Спасибо. Спасибо. Прочитаю, что сейчас тут нам написали. Владимир написал. Наполняю себя вниманием, присутствием. Просто присутствие. Это как высшее волшебство. Наблюдать, наверное, наблюдать неверное слово. Быть точнее. И чтобы не рождалось, не отвергаю, не принимаю, смотрю, корень, суть. Приходит боль, принимаю боль, приходит страх, принимаю страх. И волшебное чудо, не мутация, не пустота, не исчезновение. Меняется то, что есть, возвращаясь к себе. Утром тревожные мысли. Днем обычная суета. Это и есть путь. Так, Светлана написала. Валера, дякую всем, дякую за простир и тепло. Я не уверен, что я правильно прочитал, но вот украинский. Настя, все во мне, и я во всем. И каждая неприятная, колющаяся мысль разрывает... разрывает... И каждая неприятная, колющаяся мысль разрывает это единство, сплетение. И зачем она тогда думается? Еще одно от Насти. Смотрю на камин, и он смотрит на меня своей чернотой и смеется злобно. О, гадай, весело ли будет тебе в новогоднюю ночь? Галина. Слушаю шерсть листвы, послание ветра, читаю облака, зов небес, мыслями собираюсь в дорогу. Анна. Пока я найду тетрадку, время закончится, хотя оно бесконечно. Есть данные мне границы, но свет границ, но свет границ не имеет. Анастасия. Замирание дыхания. Часто ловлю, прикасаюсь к себе, качаюсь или укачиваю. Закрываю глаза, вижу странные сны, в них не хочу. Позвоночник удивил, расцвел, и улыбка подарит. Подарит улыбку или подарил улыбку. Не очень понятно. Маша. Я мою дом после зимы, чтобы ожил он. И началось в нем лето. И вместе с этим нахожу себя в воспоминаниях, ожиданиях и то, как я сейчас переплелось в кусок волшебства, быть просто частью этой жизни. Спасибо. Я вот слышу, Светлана, вы там шевелитесь как-то. Вы скажете что-нибудь? Нет, прошу прощения. Не отвечай. Это до вас. Сережа, ты тогда я вижу руку твою. Ага. Всем доброе утро. я хочу отчасти откликнуть все то, что Леон говорила про слова. Вот. и поделиться тем, что мне пришло во время во время слепка. Время времени для слепка. Я сейчас обнаруживаю, что для меня очень действенным и мощным средством переработки внутренних состояний является складывать слова в стихи. то есть я не понимаю, как это происходит, честно говоря. Я чувствую себя какой-то такой антенной, только подхватывая. Вот. Давайте я прочитаю, что получилось сегодня. Что родилось, собственно, ну, наверное, оно родилось из меты прежде всего. вот. Ну, окей, попробую сейчас это прочитать и не запутаться. Обнять, разглядеть, привлечь, отпустить, волнением отступить в приветливую мглу, забыть и быть себе маяком тоской разбудить причудливую тьму. Валер, я бы еще несколько слов хотел сказать, кроме этого, если можно. если время позволяет. Я сейчас обнаруживал, как это, себе, такую перестройку паттернов в деле. Вот. И тут был очень яркий момент, я на самом деле не сразу это понял, насколько он важен именно для меня, именно для внутреннего. Вот я когда позавчера гулял в этом самом лесу, про который я вчера говорил, и был начальный момент, когда я зашел в топе, моим первым желанием было прорваться через топе. то есть, мое сознание заполнилось этой топью, потому что я представлял себе цель, для которой топ является преградой. Вот. Я испытывал ярость практически. Ну, в общем, на мой взгляд, несоответственной ситуации простой воскресной прогулки. такое бешенство и злобу на это болото, которое я понимаю, что я не пройду. Которое лезть просто безответственно. Но я не мог, некоторое время я стоял перед ним и даже не думал, что мне делать. Она меня как бы затапливала у меня внутри. Вот. Меня вернуло то, что, ну, в конце концов, у меня есть какая-то ответственность перед сыном, с которым я приехал в это богом замытое место. И что, если я сейчас буду вести себя глупо и безрассудно, то ему тоже достанется. Вот. Это меня вернуло в некое такое разумное состояние и я отступил. Вот. Было очень смешно. Я вообразил себя роботом-пылесосом, который наткнулся на какое-то препятствие. Вот. Он когда натыкается, он начинает разворачиваться, разворачиваться, разворачиваться и куда-то тык. Пока он не найдет, ну, очень простой алгоритм обхода лабиринта, по сути. Вот. И я так думаю, окей, ну, я робот-пылесос, как бы повел себя робот-пылесос в таком месте. Ну, вот я пошел, собственно, обходить этот лабиринт. Спокойно пошел. Я себе поставил отсечку, что если я к такому-то времени не приду к такому-то повороту или приду и обнаружу там еще одну топь, то я точно уже поверну назад и больше сегодня уже не буду пытаться. И после этого, собственно, ну, мне повезло, конечно, наверное, отчасти. Отчасти вот я очень рад, что я смог как бы отступить и не затопиться вот этим отчаянием. это на самом деле очень долго был в принципе мой такой паттерн поведения, то есть, когда я с чем-то сталкивался, что разрывает картинку мира. Хочется это само разорвать, то, что разрывает картинку мира, чтобы его не было, отменить его, пробиться через это, хотя понятно на самом деле просто чисто из общих соображений, что пробиться далеко не всегда возможно. Ну вот, и, ну вот, вот, я сейчас испытываю такую сильную очень радость от того, что я стал лучше понимать, условно говоря, как я работаю. Ну, как некий механизм, если так, это можно редуцировать на такие условия. Вот, спасибо, что выслушали. Спасибо. Ната, Ната, скажешь? А меня слышно? Слышно, да. Не видно, но слышно. Не знаю, потянет ли видеть. Я хочу почитать. Любви нет. Есть ощущение любви. Есть пустота, космос и боль бытия человеком. что если космос это пыль сознания. Если ты есть во Вселенной, то ты везде. Цитата. Облака ползут из-за гор. Я наблюдаю за тем, как мое дыхание смешивается с дыханием мира вокруг. В сердце мира, как в сердце тайфона, тишина и неподвижность. Я могу лишь прикоснуться к этой тишине, к этой неподвижности, как глади горного озера. Но что, если я и есть эта тишина, эта неподвижность? В космос внутри. Что если это озеро? Озеро сердца. и как цветы вокруг него мысли и чувства, ощущения и опыт, все события встреченные и не встреченные мной на пути, распознанные и нет. Ветер поднимается и гонит тряпь по воде моего сознания. Я люблю, это я живу, я дышу, я слышу, я ощущаю, я чувствую себя и мир вокруг. Внутри и снаружи. Спасибо. Наталья пишет, расплакалась от этого стихотворения. Спасибо, так трепетно. Анна тоже откликается. Надо, космос. Спасибо. Я тоже свою прочитаю маленькую. Между домом и путешествием располагаю себя, между покоем и печалью, любопытством и тишиной, вчерашней бурей и ясным утром, человеком внутри и таким же снаружи, человеком или даже котом. здесь весь я. Весь. Окей. Хочешь что-нибудь сказать? еще показать, может быть, ты же марш, что-то рисуешь. Так, сейчас, я увеличу. Не получается. Тебе надо что-то говорить, тогда ты говоришь что-нибудь. Ой, это серьезно. Да, похож. Да, я понял, спасибо, Маша. А это НАТО. А, или нет, или кто? Это Лия. Лия, да, Лия, да, извините. Потом соберу вместе, может быть. Я себя узнала, и думаю, кто это? Это же я, это я. Спасибо. Я себя узнал. Маша, давай, да, потом присылай, или, а, ты можешь выложить вот это, например, в Телеграме. В общем, там решим как-то, когда соберется альбом. Можем. Спасибо. Окей, еще кто-то хочет что-нибудь сказать, показать. Так, Мария написала. Рукой касаюсь окна, там я живу, я точка, игольное ушко, в меня втекает будущее, вытекает прошлое, процесс течения, я. Вот так это получилось. Так, что? Кто это? Я картинку показываю, это Маша. Ага, Маша, отлично, спасибо. Ната, вопрос опоздуна. Валера, где ты выкладывал звук гонга? Где? Я не выкладывал, но я могу выложить в телеграме канале нашем. Вот, давайте выложу. Хорошо, если на сегодня все сказано, показано, тогда спасибо и до следующих встреч, до завтра, пока. Пока.